Всем привет народ, с вами снова я Ирина Ясинская, это значит новое видео. Сегодня мы будем делать с вами гомункула из ДНК картун кэта. Ребята, это просто бомба. Я уже заказала на сайте Darknet ДНК с картун кэтом и сейчас мы попробуем сделать из него гомункула. Ребеночка, детеныша, маленького картун кэтика, я не знаю, называйте его как хотите и вы совсем скоро увидите, что же у нас получится. Для этого нам необходим набор, специальный набор для создания гомункула, который мы заказали на сайте Darknet, ребята. Уже давно, кстати говоря, и мы теперь только подзаказываем специальные вот эти вот инкубационные яйца для того, чтобы вырастить эмбриона, зародыши картун кэта. И вот это самое ДНК, ДНК картун кэта. Ребята, я, конечно, на вид не могу сказать, ДНК в принципе всех монстров не отличается. Я связывалась с менеджером Darknet и спрашивала, вы хотя бы как-то, я не знаю, какие-то коды или прописываете, что это ДНК именно картун кэта, потому что неизвестно, что получается иногда похоже, не похоже. Они дают стопроцентную гарантию по чеку, что это именно ДНК картун кэта. Реально это или нет, мы с вами проверим прямо сейчас. Итак, наши инкубационные яйца для того, чтобы сделать гомункула. Перчаточки обязательно, перчаточки, потому что, ребята, мы работаем с кровью, а кровь, как вы знаете, это переносчик всяких болезней. А я вам желаю, ребята, никогда не болеть. И перед началом этого видео обязательно подписаться на мой канал, сделать красную кнопку серой, нажать колокольчик, а также поставить лайк. Больше лайков чаще видео вы знаете. А так мои видео выходят каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье, то есть часто. Иногда я их публикую еще в середине недели. Так что обязательно нажимайте колокольчик и смотрите за уведомлениями в сообществе, где я постоянно отмечаю то, когда будет наше новое с вами видео, друзья. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой инстаграм, нижнее подчеркивание Ирина Ясинская. Там я сейчас публикую очень много разных видосов и постов, которые, ну, в принципе, наверное, для девочек будут полезными. Это бьюти инстаграм, ну, грубо говоря, я показываю, как я ухожу за своими волосами, за своим лицом, руками и так далее. Разная косметика, всякие распаковочки, ребята. И, конечно, отвечаю на ваши комментарии в директ. Так что подписывайтесь на мой инстаграм побыстрее, ребята, и пишите мне в директ, и я буду вам там отвечать. Я хочу с вами общаться чаще и больше. Ну и не забывайте под постами тоже писать какие-нибудь позитивные комментарии. Ну, а мы начнем. Итак, ребята, в нашем наборе по созданию гомункула обязательно была, предлагалась инструкция. И для тех, кто мои новые подписчики, кстати, ребята, кто новенькие, поставьте сердечки внизу в комментариях, чтобы я знала о том, какие у нас новые друзья появились в нашей большой семье Ярисов. Итак, ребята, это инструкция по созданию гомункула. Я быстренько пробегусь. Что нужно сделать? Распечатать и взять в руки шприц, одеть иглу на шприц, открыть пробирку с кровью, кровь набрать в шприц, взять в руки яйцо, выпустить воздух со шприца, сделать отверстие в яйце, залить содержимое, залепить отверстие и хранить в теплом месте от 3 до 40 дней, ребята. Это я уже вычитала уже из своего опыта, что 3 дней, конечно, мало. Или вообще, в принципе, эти инкубационные яйца, которые мы заказываем на сайте Даркнет, они способны вырастить полуживых гомункулов, потому что, наверное, для того, чтобы действительно создать такого, чтобы он ходил, наверное, нужно или какое-то другое яйцо, или яйцо побольше. Я не знаю. Но получается, что зародыш, который в этом яйце созревает порядка от 3 до 40 дней, он получается маленьким, и он живет буквально несколько секунд после вскрытия яйца. Но давайте посмотрим, что у нас хотя бы получится из ДНК Carton Cat. Ребята, погнали! Итак, наша ДНК. И перед началом обязательно оденем наши перчаточки. У меня такие перчаточки, они, ребята, очень плотные, вообще прям как пау, хирургические. И вы знаете, в последнем видео, кстати, если вы не смотрели, как я ранее делала гомункул, я делала сиреноголового, я делала, ну, очень много разных гомункул, если вы хотите посмотреть эти видео, то перейдите ко мне на канал или просто наберите в поиске YouTube Ирина Ясинская гомункул. И там будут все видосики прям подряд, и вы можете выбрать, какое из этих видео вы пропустили вдруг, или не заметили, или бывает такое, что YouTube не показывает. Так что пересмотрите их обязательно, там очень много прикольных гомункул у нас получилось. Итак, здесь в наборе идут пластыри, два шприца. Один я использую для того, чтобы немного убрать жидкости из инкубационного яйца, для того, чтобы было место для залития ДНК крови, в данном случае картон-кета. Так, итак, ножницы необходимы для того, чтобы сделать отверстие нам или ножиком, как удобно. Это уже мы сами положили. В наборе также шел пинцет, и, так понимаю, для того, чтобы не касаться руками того существа, которое у нас с вами получится. Давайте, ребята, ставим лайки, а мы начинаем распаковывать шприцы. Вы наверняка уже не раз видели много видео, где вызывают картон-кета или покупают хэппи-милл картон-кета. Это вообще, конечно, бомбический персонаж. Картон-кет, по-моему, создание это Тревора Хендерсона, по-моему. И вы знаете, как охотится картон-кет? Он охотится за теми, кто бездельничает. Ну, с одной стороны, это, конечно, правильно, бездельничать это плохо. Но суть в том, плохие стороны картон-кета, это то, что он убивает этих бездельников. То есть, если вы занимаетесь какой-то ерундой, ничего не делаете, грубо говоря, ковыряете в носу, картон-кет может прийти и наказать вас за безделье. Вот такая вот легенда существует. Ну, не знаю, правда это или нет. Кстати говоря, если вы хотите проверить, можно, в принципе, устроить охоту на картон-кета, призвать его каким-то образом, поговорить с ним, позвонить ему, например, на WhatsApp. И, возможно, он придет и спросить, проверить вот эту теорию, действительно ли он охотится. Побездельничать там, я не знаю. Ну, в общем, если вам эта идея нравится, напишите в комментариях. Так, в общем, давайте выберем вот это вот яичко. И начнем аккуратненько проделывать в нем отверстие. Ну, давайте вот это. Аккуратненько мы, почему-то я всегда так делаю, у меня немножко оно растрескивается. Но это ни на что не влияет, ребята, так что не переживайте. Мне нужно сделать такое отверстие, чтобы я могла жидкость оттуда немного изъять. Допустим, вот такое. Там же засыпная пленка еще есть. Вот такое отверстие. Конечно, там все по инструкции говорят, что все будет нормально. Так, сейчас я немножко шприц в нерабочем стоять. Вот так вот мы возьмем немного. Мы возьмем немного белка. Видите? Там уже есть, как это назвать, как не ДНК, а частички. Вот в чем заключается инкаббационное яйцо от обычного. Там вот должны быть вот такие вот присутствуют частицы. Они там еще остались, то есть их там много. И какой-то из них прикрепится вот эта ДНК, и в итоге начнет развиваться зародыш. Так, это я убираю. Теперь, ребята, нам необходимо именно ДНК аккуратненько открываем. И сейчас вот таким вот образом мы наберем ДНК картонкета. Очень-очень-очень густая кровь. Очень тяжело ее набрать. Я думаю, что вот этого вполне будет достаточно. Даже слишком. Я не знаю, почему они присылают так много ДНК, видимо, потому что случаются разные казусы. Как, например, в предыдущем видео я очень много разлила ДНК, но все же попало, и у нас получился обалденный гомункул. Поэтому оставим. Смотри, она почему-то с пузырьками пришла. Не знаю, может быть, она какая-то такая играющая ДНК картонкета. Итак, ребята, вводим прямо в наше инкаббационное яйцо ДНК. Вот так, отлично. Итак, убираем шприц. Теперь нам необходимо это все заклеить. Специальный пластырь, который не пропускает свет. Так, сейчас мы его аккуратненько закрепим на то место, где мы сделали отверстие. Ну, давай, давай, давай. Как всегда, у нас не может быть без казусов. Сейчас, ребят, подзену. Немного. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И теперь мы закрываем аккуратненько это отверстие. Ребята, вот теперь в этом яйце уже начала зарождаться жизнь маленького картонкета. Теперь мы это яичко уберем в теплое место и поставим под лампу на три дня. Я узнаю, что там будет только через три дня, а вы совсем скоро. Так, ребята, прошло ровно три дня и теперь наше яичко почти готово. Знаете, я как понимаю, потому что уже там начинает вот этот зародыш выбиваться и выбрасывать вот эту черную, черное чернило. Черное, как цвет картонкета, ведь картонкет черный. И поэтому всегда, когда я смешиваю это ДНК, получается то, что он как бы развивается в черной крови, что ли. Получается, ДНК-то заливается, оно такое бордовое, прям красное. А потом, когда зародыш развивается, получается, что все такое черненькое. Ребята, перед открытием этого гомункла картонкета в три часа ночи, ребята, поставьте лайк прямо сейчас. Вы знаете, что многие мне пишут, типа, три часа ночи, три часа дня. Ребята, в этом разницы нет. Есть адский час. Три часа. Это час дьявола в тот момент, когда происходят мистические события. Неважно, это день, утро или ночь. Самое главное, что это происходит в три часа, ребята. Это час дьявола. Так называют его многие американские блогеры. Тоже так и делать. Но если вы хотите, чтобы я реально ночью сделала что-то страшное, призвала кого-нибудь или поговорила по WhatsApp с каким-нибудь монстром, то обязательно напишите об этом мне в комментариях. Скоро этих видосов будет очень-очень-очень много. Так, ладно, все, я готова открывать. Ребята, давайте для начала отлепим. Отлепим аккуратно. Отлепим аккуратно пинцетиком. О май гад. О май гад. Что, что там? Что это? What is it? Вонь просто невероятная, ребята. Мне кажется, что там что-то протухло. Или картон кэт у нас просто погиб. Это очень печально будет, если мы еще не успели открыть, а он уже там. Потому что запаха, пока я не отклеивала, никакого не было. Посмотрите, такое ощущение, что он прогрыз. Просто прогрыз. Возможно, он уже хотел вылезти на свободу. Смотрите, как он прогрыз отверстие в этом инкубационном яйце. Это просто нереальный, просто жесткач, ребята. Ладно, отклеиваем пластыречек в стороночку его. Я что-то переживаю. Давайте постепенно начнем выливать, что же в этом яйце. Ну-ка, что это? Так, это скорлупка. Жесть, это что такое? Это что такое? Это какой-то кусочек плоти картон кэт, что ли? Это просто жесть, ребята. Сородыши какие-то. Ба-ба. Смотри, еще один. Фу, какая жесть. Мы что... Я что-то не поняла. Слушайте, в этом ДНК был, может быть, не один этот эмбрион, а несколько, но они просто недоразвились. Посмотрите. Посмотрите, это какие-то частички плоти. Что там? Посмотрите. Я не знаю. Давайте дальше посмотрим, что там. Ай, черт. Мне страшно, я не могу. Так, 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 так. Что-то большое. Один, походу, развился. Смотри, 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 смотри. Это реально глаз картон кэт. Жесть, это, походу, глаз картон кэт. А вот это что? Офигеть, посмотри, посмотри. Это просто... Жесть. Сколько их там, сколько их там. Слушайте, это как, реально, у кошки же несколько котят рождается, может быть, из яйца вылупляется несколько картон кэтов. Это просто тюмачейщие бомбические. Просто в шоке. Посмотрите, один зародыш. Практически готов. Я не знаю, жив он или нет, потому что он не подает никаких признаков. Посмотрите. Глаз, глаз дергается. Офигеть, ты ждешь. Жесть. Он, походу, ползет. Главное, чтобы он не напал. Главное, чтобы он не напал. Ты что, маленький? Жесть. Это реально картон кэт. Так, давай я его выкидываю. Я его выкидываю. Смотри, как он вылазит. Это просто жесть. Фу, посмотри. Это просто какая-то жесть. Матерь божья, что это? Это гомункул картон кэт. Я просто в шоке. Все, ребята, яичко пустое. Все, что там было, все мы сюда вывали. Короче, выкидываем его. Эй, картон кэт, ты живой? Картон кэт, ты живой? Ребята, как я и думала, что зародыши получаются слегка неживыми Он умер? Да, я не знаю, походу он не дышит, да Давай вынем его наружу Погоди, я не могу понять, посмотри сколько, давай посчитай, посмотри сколько частей Может быть это то, чем он питается Может быть, я не знаю, вот это что такое, это просто жесть Короче, давай попробую Эй, Cartoon Cat Ребята, смотрите, реально, вот его уши, уши сформировались Сформировались уши и сформировались даже, даже ручки и ножки сформировались Просто жесть, ребята Я вот сейчас вот его теребонькую У него просто все, прям все, прям это реальный Cartoon Cat получился Так что Darknet не соврал, они реально дают ДНК Cartoon Cat Просто чумачечь, ребят Просто чума, сейчас я его попробую поднять Он настолько склизкий Я просто боюсь, вдруг он притворяется, вдруг он не настоящий Вдруг он живой Я не знаю, сейчас я за что-то его ухватила Господи, боже, я не могу его поднять ни за что Посмотри, посмотри Это реально Гомунку Cartoon Cat Погоди, я ему ножки, ножки смяла Смотри, это вот ножки получились Это ножки его Вот эти его коротенькие ножки Смотрите, длинные его туловища И маленькие вот ручки Ребят, это просто чума Где его уши-то? Короче, вот Офигеть, посмотрите Это реальный Гомункул Cartoon Блин, мне показалось, он моргнул Черт, я уронила Я уронила туда этот Блин, пинцет Как теперь его достать? Черт Черт, черт, черт Че-нибудь чем подковырнуть Вот гвоздь Давай Неохота залазить в эту каку Даже в перчатках Короче, ребята, походу Cartoon Cat Пипец, он мертв Короче, надо закопать его Ты думаешь, да? А то вдруг он притворяется И нападет на нас Смотри, как он ехидно улыбается Мне кажется, он растет еще Растет? Ты че, чувак, вообще что? Ты достал, он был черный Весь в слизи В какой-то час он увеличился Офигеть, его голова стала больше Ты реально, ты прав Давайте нафиг закопаем это все Самое главное, чтобы получилось Я просто не хочу, чтобы он вырос И жил тут у меня Это же просто будет жесть какая-то Давайте его в песок закопаем Куда-нибудь Сейчас я вот здесь вот раскопаю, ребят Давай Сюда, Cartoon Cat Все Мы тебя закопаем Смотри, мне кажется, он шевелится Он шевелится Он шевелится Ты видела, он шевелится Слушай Все, короче Я его закапываю Нафиг надо Все Все должно быть нормально Ребята, на этом все У нас реально получился Гомункул Cartoon Это если вам понравилось Не забывайте ставить лайки Подписываться на канал И нажимать колокольчик А мы с вами увидимся совсем скоро В новых видео Пока Пока